Вести Ульяновск на телеканале России. Здравствуйте, смотрите в нашем выпуске. Весточка из дома. Как отправить посылку участнику СВО? На вопрос отвечают военные эксперты. Новогодних браконьеров будут ловить и строго наказывать. ГИБДД и лесничьи устроили облаву на любителей живой хвои. Стволы под присмотром. Росгвардия проверит зарегистрированное оружие и рекомендует владельцам огнестрела соблюдать правила. Несмотря на то, что боевые действия СВО проходят в зоне повышенной секретности, каждый российский воин может получить письмо или посылку. Их доставкой занимается специальное подразделение почты. В упаковке могут быть личные вещи или продукты долгой сохранности. Обычно близкие друзья солдат хотят порадовать ребят и передать им частичку домашнего уюта. Родственники военнослужащих могут направлять письма бандероли весом до 2 килограмм, посылки весом до 10 килограмм. Через отделение почты России по адресу 103-400, город Москва-400. Номер войсковой части, в которой гражданин мобилизованный проходит службу. Номера частей, в которых служат солдаты и офицеры, можно узнать от них лично или в военных комиссариатах. Телефонные номера которых размещены на сайте правительства Ульяновской области. Участники СВО также могут отправлять письма домой. Каждый солдат обеспечен почтовыми конвертами и ручками. Ульяновцы активно поддерживают земляков, которые находятся на передовой, и не только письмами, а открытками. Коллективы местных предприятий, студенты и школьники собирают гуманитарные грузы, комплектуют их необходимыми в быту вещами, которые закупают на заработанные деньги. Студенты трудятся волонтерами, а школьники собирают для этого макулатуру. Укрепление оползневого склона в селе Арское почти завершено. Срочность работы обусловлена угрозой храму, который расположен на пути эрозии. Ситуация осложняется особенностью грунта. Под склоном находятся два водоносных слоя. Для отведения воды потребовалось сделать восемь колодцев. До этого применялись электронасосы. Сейчас произвели уникальнейшие работы, горизонтальное бурение, и уже насосы нам не нужны. И вода самотеком уходит туда, куда и надо уходить. С помощью новой технологии подрядчики проложили дренажные трубы и начали возведение опорных стен. Данное мероприятие, будем говорить, удержит склон от дальнейших подвижек. Потому что сами двутавры погружены достаточно глубоко. Они есть разный глубин. Длина их 12-16 метров. По местности везде погружались разные высоты. По плану работы завершаться до конца декабря. Кроме того, специалисты проведут обследование склона протяженностью около 700 метров. После чего будет разработан проект по его дополнительному укреплению. Новый год не должен стать причиной экологической катастрофы. Речь о незаконной вырубке символа зимнего праздника. Для защиты природы в регионе проходит профилактическая акция «Лес». Лесники и дорожная полиция больше месяца ловят черных дровосеков на живца. На региональных дорогах или в лесных массивах. В одной из таких ревизий в Барышском районе участвовала наша съемочная группа. Везешь елку или любое другое дерево в багажнике – прижимайся к обочине. Будут проверять документы на древесину. Таким образом, зеленые стражи Барышского района вместе с гаишниками ищут черных лесорубов. Причем именно на дороге работает только одна группа защитников природы. Три другие прочесывают местные леса. Это основной бич Ульяновской области, потому что у нас основные лесные насаждения – это хвойные, которые пользуются спросом в экономике. Вот поэтому, чтобы предотвратить незаконные рубки лесных насаждений, в том числе и хвойных пород, проводятся данные акции. Статистика акции, кстати, неутешительная. Только в Барышском лесничестве поймали 13 лесных браконьеров. Виновных ждет уголовная ответственность. Пока защитники природы продолжают поиски черных лесорубов, местные арендаторы заготавливают елочки для новогодних мероприятий легально. Причем лес ради сохранения его здоровья не трогают. Срубают дерево на землях сельхозназначения. Сейчас, срубая елки на землях сельхозназначения, мы делаем двойную пользу. Мы очищаем от нежелательной растительности земли и также заготавливаем их для новогодних мероприятий. Эти елочки будут радовать детей и взрослых не только в Ульяновской области, но и во многих других регионах страны. В том числе и в качестве гуманитарной помощи арендатор отправит 150 хвойных деревьев в регионы Донбасса. Елена Тимонина, Максим Бажанов, Денис Миронов. Вести Ульяновск. Из Барышского района. В областном центре открылись елочные базары. Купить сосну или ель можно в каждом районе города. Выросли ценник в этом году и как правильно выбрать новогоднее дерево, выяснила Ирина Шмыгова. Одним из первых елочный базар открылся у современника. Предприниматели торгуют здесь почти 10 лет и уже заслужили признание местных жителей. Они знают, что здесь пушистые хорошие елки. И мы радуемся, что они доверяют свой праздник нам. Ассортимент новогодних деревьев в этом году большой. Самая высокая сосна почти 3 метра. Выбор в пользу живой елки уже сделали первые покупатели. Наш выбор – натуральная елка. Потому что она пахнет лесом, потому что она пахнет хвоей. А потому что это возвращение в детство. Чтобы выбрать хорошую ель или сосну, нужно доверять не только глазам. Перемороженное дерево легко распознать по запаху. У свежей елки, если растереть в руках хвою, сразу почувствуется сильный аромат. Здоровое дерево имеет иголки одинакового ровного цвета. Желтизна говорит о том, что сосну срубили давно, пересушили. При грамотном выборе зеленая красавица прослужит вам все новогодние праздники. Самая дешевая елка обойдется ульяновцам примерно в 200 рублей. А вот высокая сосна выйдет дороже – до тысячи за штуку. Цены в этом году выросли на 20 рублей за метр. Подорожание связано с подорожанием транспортных услуг. Предоставьте елку на территорию города Ульяновска. И повышением заработных вклад рубчиком елку. Призаготовьте елку. Чтобы елка не осыпалась как можно дольше, нужно соблюдать правила. Не ставить ее около батареи и не забывать поливать. В первый день ей необходимо 4 литра воды. Приобрести главный новогодний атрибут можно в каждом районе областного центра. До 31 декабря. Ирина Шмыгова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Ульяновская область в лидерах среди регионов ПФО по показателю биологической безопасности. Аккредитованные лаборатории нашего региона проводят исследования по стандартам Евразийского таможенного союза. Благодаря чему ульяновские производители реализуют свою продукцию в России и за ее пределами. Как у нас президент России говорит, должен надзор работать с философией общего дела. И не проверять, когда уже продукция вышла, а работать на производстве. Тогда, когда от пользы стояла, когда идет выработка продукции, на процессе производства надо участвовать. В процессе. Тогда, когда мы идем по процессу, вырабатываем продукцию. Вот в этом направлении у нас идет серьезное улучшение. Современная система организации ветеринарной службы, ее структура и работа аккредитованных лабораторий заинтересовали гостей из Башкортостана. К слову, республика в передовиках по развитию животноводства. За круглым столом стороны обсудили вопросы биологической и продовольственной безопасности. Удивительно. Очень вперед пошли наши коллеги. Именно агентство по ветеринарии Ульяновской области нам понравилось. И думаем, в дальнейшем очень крепко будем сотрудничать с этой области и перенять опыт. Дальнейшее сотрудничество позволит обеспечить продовольственную и биологическую безопасность Приволжского федерального округа. Весть Ульяновск на телеканале «Россия». Мы продолжаем. В десятку лучших вошла столовая школа-интерната номер 26 в Ульяновске. В кулинарном батле участвовали 400 учебных заведений 75 субъектов Российской Федерации. Чем удивлял наш регион на всероссийском конкурсе, расскажет Марина Тимофеева. Приятного аппетита! Попробуем! Вдвойне приятно, когда на столе вкусное полностью сбалансированное питание белки, жиры и углеводы. В тарелках учеников 26-й школы-интерната рассчитана диет с сестрой. Меню здесь меняется каждые две недели и зависит от сезона. Мы готовим здоровое питание, чтобы не позволить детям ухудшить свое здоровье, по возможности еще и улучшить. Акцент делайте на здоровое питание. Естественно, это безопасным должно быть питание. Питаются дети шесть раз в день. Завтрак, обед, полдник и ужин. Готовят в школьном пищеблоке. Все, что попадает в рацион учеников, контролирует не только бракиражная комиссия, но и сами родители. Мы можем прийти в любой момент, поэтому, соответственно, в любой момент всегда приходим, всегда в таком состоянии столовой, всегда дети с этим, всегда довольны. Теперь эта столовая получила оценки и на федеральном уровне. Она вошла в топ-10 лучших на всероссийском конкурсе. Члены жюри смотрели на меню, особенности сортировки, технологические карты и даже проверили знания поваров. Мы готовились к этому конкурсу, даже разработали новые блюда. Это глазированные овощи в брусничном соусе. Также мы представили и зерновые батончики, и ягоды, которые были в жиле. Но главное, что сами дети школы-интерната давно признали свою столовую лучшей и смело называют свои любимые блюда. Курочку с мясом, отец, суп, кашу, макароны. Здесь совершенствовать свои блюда намерены и дальше. Теперь с помощью нового оборудования. Признаются, параконвектомат уже изменил вкус и даже вид кулинарных изысков. Марина Тимофеева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. 95 школьный возраст. Именно столько исполняется школе-интернату номер 87. Это учебное заведение имеет внушительную и увлекательную историю. Но всегда идет в ногу со временем. Элла Шахова подробнее. Школа-интернат для глухих детей открылась в Симбирской губернии в 1927 году. Более полувека ребята не только учились там, но и обеспечивали себя во многом сами. Например, пока было печное отопление, заготавливали дрова и сами сплавляли их по реке. Около беседки Гончаровой находилась у нас дача. И там большой сад и огород. Вот там выращивали и свиней, выращивали помидоры, огурцы, лук и другие овощи. И большой сад был яблони, груши. Социализация и самостоятельность воспитанников – главная цель, которую преследовали на протяжении всей деятельности школы-интерната. И у каждого педагога есть ученики, которыми они особенно гордятся. Сначала он работал здесь, в БЦМП, санитаром. А потом уже они с мамой переехали в Москву. И он работает в пиццерии, значит, доставщиком пиццы. Ему работа очень нравится. И он ко мне, когда приходил в школу, он всегда рассказывал о том, как он устроился в жизни, как ему интересна профессия и как много у него появилось друзей. Сегодня, помимо основных уроков, воспитанники интерната осваивают картонажно-переплетное дело, резьбу по дереву, трудятся в школьной фото-видео-студии. Многие из них мечтают быть операторами, фотографами, конечно же. Возможно, и кто-то будет видеоблогером. Сейчас здесь 44 ребенка из разных уголков Ульяновской области. Их обучают два десятка педагогов, многие из которых сами глухие. В честь знаменательной даты в учебном заведении состоялся концерт. Его открывали педагоги гимнам глухих. Ученики интерната тоже очень творческие ребята. Они участвуют и побеждают в конкурсах различного уровня, не боясь никаких преград. На языке глухоневых я сказала, что я буду в жизни. Школа интерната номер 87 исполняется 95 лет. И здесь живут и учатся, работают одни из самых жизнерадостных людей Ульяновской области. Белый шаг, Денис Миронов, Вести в Европе. Одаренные дети – будущее региона. Под таким названием состоялась встреча главы нашего региона Алексея Русских с одаренными детьми Ульяновской области. Ребята рассказали о своих успехах, а также задали вопросы губернатору. Иногда они были личные. Далее подробно. Ульяновская земля богата талантливыми людьми. Достаточно заглянуть в историю края. Современное поколение тоже подает большие надежды и поводы гордиться им. Баширов Азад и Степан Добрынин разработали роботизированного помощника БАСТ. Название робота – первые буквы, имен и фамилии ребят. Он создавался для повышения безопасности города. Он может делать диагностику дорог, диагностику разметки, восстановление этой разметки, диагностика светофоров, дорожных знаков, даже тушение маленьких пожаров, очагов и сбор маленького мусора. Он является экологичным, тихим и может работать круглосуточно. На встрече с главой региона Алексеем Русских ребята рассказали о своей разработке. Губернатор тут же вспомнил свой недавний визит в кафе в Москва-Сити. Это зона деловой активности столицы, где в качестве официанта заказ у него принимал робот. Робот заезжает на кухню, повар ставит, нажимает кнопку, на каком столик он должен идти, он едет в столик. Так что, я думаю, пройдет еще совсем немного времени и действительно очень много-много функций будет именно нести работы. В целом, встреча проходила в формате вопрос-ответ. Молодых людей интересовали разные темы, звучали и личные вопросы. У меня близится выпускной. Интересно, предполагали ли вы на выпускном, как дальше сложится ваша жизнь, что вы будете занимать такой пост и чем вообще будете заниматься? Я знал точно, что я буду инженером, потому что мне очень понравилось все, что связано с техникой, с радиоэлектроникой. Потому что с детства занимался в различных кружках, много боял сам различных схем, усилители, магнитопон, сам сделал всякие светомузыки. То, что буду выдохнуть, там, конечно, я даже не подполагал. Ребята в течение часа расспрашивали главу региона о спорте, о его работе, о том, какие профессии будут востребованы Ульяновской области в ближайшие годы. А разработкой роботизированного помощника БАСТ уже заинтересовалась одно из производств. Билла Шахова, Александр Асухин, Вести Ульяновск. Ульяновские школьники представляют регион на первом съезде российского движения детей и молодежи. Он проходит в эти дни в столице и объединяет старшеклассников со всей страны. В Ульяновской команде 12 активистов детско-юношеских движений региона. Напомню, инициативу о создании общего движения поддержал президент Владимир Путин. Это очень здорово, потому что теперь есть уникальная возможность объединить все общественные организации, детские и молодежные, под одно крыло, под одну крышу, если можно так сказать, российское движение детей и молодежи. То есть все проекты, которые молодежь и дети реализовывали на территории большой страны, теперь будут под эгидой российского движения детей и молодежи. Участникам съезда предстоит продумать название, структуру, наполнение и оформление нового детского движения. А еще у каждого будет уникальная возможность рассказать о своих идеях и найти единомышленников. Настрой у меня боевой, у меня слишком много идей и вообще у меня мотивация туда поехать, рассказать и поделиться с другими ребятами о своих идеях, возможностях, что мы можем реализовать не только у нас в городе, регионах, а также и в стране. Перед отъездом школьники смогли лично познакомиться с ульяновскими министрами. Я желаю вам плодотворного участия в съезде. Не сдерживайте себя, высказывайте все креативные идеи. И я уже наслышана, насколько каждый из вас уникален и точно ваши идеи будут поддержаны. На первом съезде, который завершится 21 декабря, будет создан музей российских детских общественных организаций, в котором соберут уникальные вещи из разных уголков страны. В нашем регионе есть программа творческой кооперации под названием «Креативные города ЮНЕСКО. Стран БРИКС. Творим вместе». Ее вдохновителем и организатором является фонд «Ульяновск культурная столица». Программа стартовала год назад и направлена на обмен опытом в области культуры и искусства, а также на реализацию совместных международных проектов стран ЮНЕСКО. На этой неделе участники проекта подвели итоги проделанной работы и наметили следующие планы. Южноафриканский город Кейптаун предложит ульяновским коллегам создать музыкальную коллаборацию коллективов, которые играют на традиционных музыкальных инструментах. В случае с Южной Африкой это маримба, в случае с российскими музыкантами это балалайка. Китайский город предлагает сделать онлайн-выставку изделий ремесленного труда, которые ремесленники, собственно, делают своими руками. Представители стран БРИКС будут иметь возможность приезжать в российские города, в частности в Ульяновск, для обмена опытом. У фонда есть федеральные партнеры, готовые финансировать визиты гостей. Старт инициатив планируется в следующем году. В программе примут участие эксперты из 20 стран мира. В ноябре проект получил премию «Russian Event Evers 2022» за лучшее событие в онлайн-формате. Русские народные песни в исполнении церковного хора. В Ульяновской областной научной библиотеке прошел концерт духовной музыки. В концертную программу вошли произведения народного творчества. Они перемежали с духовными и светскими сочинениями. Мы привыкли уже слышать в исполнении хора Спасово-Зисенского собора русскую классику. А вот сегодня для нас впервые была представлена еще программа народных песен. И я полагаю, что в год, который был президентом, объявлен как годом культурного наследия народов, это особенно важно. Потому что мы должны знать свои истоки, мы должны знать свое народное творчество. Концерты эти нужны для того, чтобы, ну, во-первых, познакомить как можно большее количество людей с русской классической церковной музыкой. Ну, а как в сегодняшнем концерте, еще и с замечательными обработками русских народных песен. Участие в концерте приняла солистка хора Маргарита Григорьева, дипломант 2-го Патриаршего фестиваля духовной музыки. В числе победителя этого конкурса хор принял участие в Патриаршем богослужении и концерте лауреатом в Храме Христа Спасителя в Москве. Концерт посетили представители духовенства, деятели культуры и искусства, жители города. Организаторы обещают сделать проведение подобных концертов в традиции. Уголок татарской избы появился в Ульяновском центре татарской культуры. Его открытие приурочили к знаменательной дате – 100-летию СССР. Юбилей придется на предпоследний день года, 30 декабря, в экспозиции предметы татарского деревенского быта 60-х-70-х годов 20-го столетия. Собрали тут экспонаты со всей области, можно сказать. Многие принятия, концомольские значки, билеты, вот даже семейный альбом 56-го года. Вот черно-белые фотографии, а я с собой принес свой, нашел комсомольский билет, который вступил. Я в седьмом классе, до сих пор у меня это хранится. Вот каждый человек внес свой вклад в создание вот этого уголка СССР. Столетие СССР – это для нас большой праздник. Кстати, пришелся и традиционный проект автономии у елки социализма. В этом году она значительно подросла и обновилась. На елке все игрушки знаковые. Значит, 61-й год – это год полета Юрия Гагарина в космос. Вот у нас тут космонавты. А годы правления Никиты Хрущева – значит, у нас кукуруза. Тоже есть кукурузы. 80-й год – год Олимпиады. Значит, Олимпийский огонь тоже в игрушках. Все это показано. Значит, у нас эта елка собирает все знаковые события Советского Союза. У елки собрали юных представителей автономии. Ребятам рассказали о знаковых событиях Советской эпохи. Ну и, конечно же, порадовали песнями, танцами и хороводом вокруг новогодней красавицы. И завершит наш выпуск информации синоптиков. Я же благодарю вас за внимание. До встречи вечером. Ну все, внучка, подарки приготовил. Осталось только придумать, как будем поздравлять Россию с Новым Годом. Дедушка, но за столько лет все идеи закончились. И нам нужна помощь телезрителей. ГТРК «Волга» объявляет новый конкурс. Поздравь Россию с Новым Годом. Запишите видео на смартфон и отправьте ваш ролик нам. Авторы самых популярных видеороликов получат призы от нашей телерадиокомпании. Все подробности на сайте. ГТРК «Дефис» Волга.ру Партнеры конкурса. Стоматологическая клиника «Галерея улыбок». Медицинский центр «Надежда». Логопедический центр «Академия речи» и сеть салонов оптики «Симбирский взгляд». Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Атмосферное давление будет расти. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем по области минус 2,7. Ульяновский минус 5,7. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»